Внутренние инвестиции и кредитования, инфляция, как и в Европе, 0% в 1%. Вот у них, например, почему низкая инфляция? Потому что у них нет экспорта иностранных валют, они печатают сами. Понимаете? А у нас все это. У нас нет реально национальной валюты. Вот если честно сказать, рубль не является национальной валютой, потому что он просто производный доллар. Вот можно взять было доллар, поставить на них штампы, рублевый доллар, и будет то же самое. Абсолютно. То есть Центробанк до сих пор не под государством, что ли? А он по конституции от государства, и подчиняется только американцам. А может, от институции все зависит? Естественно. Путин Центральному банку команды дает о снижении ставок и запуску национального рубля уже несколько лет. Вот последний госсовет, например, неделю назад только этому и был посвящен. А Центральному банку плевать. Он подчинен только Вашингтон. Как же так? А что же ничего не делается? Потому что по конституции Центральный банк подчинен Вашингтона. Не, ну а почему переписать? Как и 4-6 лет переписали, и ничего. Переписать конституцию на референдуме. Для того, чтобы переписать, надо привести другой референдум, и сменить. Так что, он это, от 4-х лет с президентства до 6-ти изменений? Ничего. Американцы согласились с этим, им это и надо. А, то есть, с Центробанком положение не могут просто изменить. Ну, естественно, они живут за счет России на 7%. А кто такие американцы вообще? Там же много народов. Это правительство Соединенных Штатов Америки и их власть. Соответственно, это бюджет, их государство и так далее. Это колониальная держава. Они живут за счет колоний. А давно они колониями? За счет колонии? Ну, и вообще. Это после Второй мировой войны. Они наладили это еще, я бы сказал, с первой. А после второй они уже развернули полную. Полную счету. А кто вообще правит там? Обам же не может идти? Нет, что кто правит. Обам, он подправлен был. Ну да, там есть олигархи свои. Как определенные круги? Ну, конечно, свои. Роя, Рахфеллера, Мордана. Это американские олигархи. Они выберут кого-то. Они назначают президентов, правительство. А что они там? В США там не пытаются как-то. В США там не пытаются как-то вернуты врачи. Нет, даже. Мышленческие олигархи. Они деньгами заваливают американский народ. Что их усвергать? Американцы потребляют половину мирового материального продукта. Представляете? Их 4,5% они потребляют в 10 раз больше, чем их пропорция. То есть они со своими работодательцами нормально? Потому что заваливают деньгами. Конечно. Деньгами возможности. У нас отнимают, у китайцев, у индийцев. А американскому народу дают. Вот недавно у нас в пенсии, знаете, наверное, резервные отняли. Все отправили в бюджет США для американских пенсионеров. А почему сразу Америка? Может быть вообще глобальная пирамида над всеми? Над Европой, над США? Кто победил Советский Союз, тот и живет за счет Советского Союза. Все просто. Вот Советский Союз победил в свое время Германию, вывез оттуда заводы, фабрики, начал управлять процессами МГД. Правильно? Как американцы победили Советский Союз, начали управлять процессами МГД. И в России в том числе, естественно. А может быть Америка это просто как бы гарнизон военных, то есть с лотами, которыми управляют. Нет, но речь идет о мировой конкуренции нации. Это государство. Каких наций? Китай, Америка, Россия. Вот нация это как семья. Это одна семья, конкурирует с другой семьей. Нет, просто в Америке там индейцы были вообще. Они там должны быть, по идее. Они их уничтожили. Да, ну и что ли. Все спилищены. Кто уничтожил? Англичане. Пришли англичане, уничтожили индейцев. Когда в свое время Америка была колонией Англии, вы знаете, наверное, да? Ну да. И когда англичане пришли, у них вообще принято, они в колониях уничтожают население. То есть они его уменьшают, сокращают, вырезают. А в отношении индейцев они даже не просто вырезали, они просто геноцидом уничтожили, тотально. Еще при Розвельте действовал закон, например, закон американский официальный, по которому жители коренной национальности индейцев подлежали кастрации. Это официальный закон. Это как у Гитлера. Только Гитлер просто убивал, а американцы помягче. Они как бы запрещают иметь потомство. В результате, из 10 миллионов народа оставили 200 тысяч. Что же такое отношение? Ну ведь мы считаем... Ну конечно, это англосаксонский мир. Он воспринимает все колонии контуземцы, не люди. Вот Обама сейчас говорит, мы сверхнация. Гитлер говорит, мы сверхнация. А Англия говорит, что мы сверхнация. Конечно. Андрей говорит, мы сверхнация. А вдруг Куплок漠ево. Мы начнем с культиограммы. Он всегда так был построен. Вот всегда метрополия. А колоний мира это немного. Это Англия, Франция, Германия, Голландия, Дания. Это вот колониальный дежавр. Они всегда строили свою систему, что в них живут люди, во всех других странах живут нелюди, он как в Цианском, не до человеки. Вот почему сейчас на Донбассе убивают, режут людей, головы отрезают, потому что они не считают там, что люди. Вот почему их считают за нелюдей? Значит, рабовладельцы какую-то особую идеологию имеют. Англосаксонская идея. Типа есть люди, а есть люди. Да, так и есть рабовладельческая идеология. Это рабовладельческая идеология, потому что рабство было там. У нас рабства не было, например, или в Китае рабства не было. А там было рабство. Рабство подразумевает, что есть люди, а есть как бы животные в образе людей. Понимаете? То есть эта логика тысячелетняя, это не сегодня стало. То есть это сейчас просто продолжается та логика, которая была и раньше. Только слова поменялись. Раньше назывались туземцы, сейчас называют недоразвитые, развивающиеся страны. Вы считаете, да? Россию они считают развивающейся, Украина развивающаяся, Китай развивающаяся. Монеты обезьянные. Китай. Гигантская экономика, 5000 лет история развивающаяся. Индия развивающаяся. А вот Америка 300 лет, это уже развитая, сверхнация. Это идеология античеловеческая. Фашизм гитлеровский, это был просто англосаксонский вот такой как бы всплеск. Ну, детализированно, ну все. А я вот считал то, что, дескать, вот все, основные все президенты Америки, они родственники английских. Да, в Донецке есть. То есть это, о чем ты говоришь? Многие. Да нет, в Донецке есть. Вполне возможно. Значит, нити-то куда ведут? Значит, Америка это просто такой гарнизон такой? Я понимаю, смотрите. Вопрос в другом. Сформировалась американская семья 300 лет назад. Все, у него появилась конкуренция. Уже эта американская семья конкурирует с другими семьями. Ну, они же просто там барыги. Ну, не важно какая. Семьи разные бывают, у барыги тоже. Ну, барыги, которые, если это инспектуально у вас, а если просто барыги, которые как бы гоняют и работают. Это не важно. Вот у вас была большая семья, она разделилась, вы поссорились с женой. Все, вы с ней начали конкурировать. Она ушла к другому, и вы с ней начали конкурировать. Это то же самое, это масштабок нации. Это обычное человеческое развитие. Вот у нашей семья, вот здесь Россия. Американцев семья в Америке. У немцев Германии. И они конкурируют автоматически. Они хотят создать Украину как противопец России. А может они связаны с долларом и евро, может это одна? Да, но вы сколько они видят, что с тобой, они одна? Да, одна. Да, они просто просто обращаются. Там даже четко написано, американцы четко распланировали. Они же говорят, мы сверхнация. В Европе живут цивилизованные народы, цивилизация. Пониже, но все-таки, но люди. Как бы люди, но пониже. А дальше живут недоразвитые народы. Так вы в украинском соглашении записали, недоразвитые народы. И вот недоразвитые народы, которые дальше, как бы, Украина, Россия, 90% у них недоразвитые. Кстати, вот 10% в мире они считают цивилизованной и сверхнация, а 90% это недоразвитые ту-земцы, которые должны их обеспечивать. Они так и делали всегда, всю свою историю. Только России удавалось отбиваться, а сейчас, в 91-м году, они захватили ее в Советском Союзе. Как только хотелось бы все вам подробно, потому что мне кажется, что какие-то есть объединяющие скрепы, рыбовладельцев объединяют какие-то общие скрепы, 100%. То есть они как-то согласованы слишком работой, мировое правительство вот это. Какое мировое правительство? Нету мирового правительства. Нету? Конечно, есть американское правительство, которое захватило, сделало других либо своими союзниками, вассалами. Это Германия, Франция, где, кстати, войска их стоят, в Германии. Либо ту-земцы, миробайки. Это остальной мир. Китайцы, индийцы, русские, украинцы и так далее. Это так и было и 100 лет назад, и 200 лет. То есть мировое правительство это та страна, если так вашим языком, которая создала глобальную мировую колониальную империю, в которой все. Вот у Англии она захватила треть мира в свое время, а американцам удалось захватить весь мир. В этом разница. Во-первых, бороться, а во-вторых, я вам так скажу, что не так выйдет. Только, как говорится, у последней счетки, а он сейчас пошел. Да, и только пока дали. Он сейчас пошел. Процесс пошел. То есть, ну, вот какие-то процессы на нас напали, соответственно, начинаются процессы. Уважаемые граждане, прошу чуть к сцене подойти на входе, не стоять, чтобы новые приходящие люди...